МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было самое мощное оружие Великой Отечественной войны. Залп одного полка уничтожал живую силу и боевую технику врага на площади в 100 гектаров. Знаменитый гвардейский маномет Катюша в фильме «Оружие». 14 июля 1941 года. Железнодорожный узел «Орша». Германские танковые и механизированные соединения после очередного прорыва фронта сосредотачиваются для удара в направлении Смоленска. Советская авиация на этом направлении почти полностью уничтожена в первые дни войны. По данным немецкой разведки, частей Красной Армии, способных оказать серьезное сопротивление, здесь нет. О маскировке, противовоздушной обороне и других мерах безопасности никто не задумывается. В 15 часов 15 минут на забитые вражескими эшелонами железнодорожные пути обрушился огненный смерч. Это был первый залп первой батареи советской полевой реактивной артиллерии Семи установок БМ-13. На станцию обрушилось 112 реактивных снарядов, вес каждого из которых составлял 42,5 килограмма. Немецкая артиллерия, а затем и авиация направили огонь на район позиции батареи, над которой еще не осела пыль и не расселся дым от залпа. Но позиция была уже пуста. Используя высокую подвижность и маневренность боевых машин, ракетчики были уже далеко. В документах германского командования появились сообщения о русской автоматической многоствольной огнеметной пушке. Урон, понесенный немцами, оказался велик, но еще сильнее был моральный эффект от воздействия нового оружия. Внезапность появления и ошеломляющая мощь огневых налетов деморализующе действовала на вражеские войска. Само по себе применение ракетного оружия в 20-м столетии не было каким-то принципиальным новшеством. Еще полторы тысячи лет назад армии древнего Китая применяли установки для пуска пороховых ракет. Их использование наносило серьезный материальный и психологический ущерб врагу. Как известно, ракеты были изобретены в Китае в самом начале нашей эры. Причем самое интересное, что в последующие полторы тысячи лет ракеты были лишь незначительно усовершенствованы. Многие одаренные артиллеристы посвятили свою деятельность развитию этого оружия. В первой половине 19 века ракеты производились тысячами и широко применялись в боевых действиях. Наиболее известным энтузиастом ракетного оружия во времена наполеоновских войн был английский офицер Уильям Кондрих. Правительство Великобритании использовало разработанные им пороховые ракеты для удара по французскому порту Булонь, по столице Дании Копенгагену, по войскам противника в Испании и Португалии. За успешные действия ракетной бригады во время битвы народов под Лейпцигом в 1813 году российский император Александр I наградил полковника Конгрева крестом ордена Святой Анны, снятым собственной груди. Появление стальных нарезных пушек и новых видов пороха придало мощный импульс развитию ствольной артиллерии. Неуправляемые ракеты не выдержали конкуренции. Точность, кучность ведения огня при помощи такого оружия, а также дальность полета ракет сильно уступали нарезным пушкам. К концу 19 века ракеты почти повсеместно были сняты с вооружения. Лишь отдельные энтузиасты продолжали работы над их совершенствованием. Первая мировая война, которая дала мощный импульс к созданию новых видов оружия и боевой техники, никак не повлияла на развитие реактивной артиллерии. О ракетах, как средствах вооруженной борьбы, в сухопутных войсках словно забыли. В сравнении с пушками они расходовали слишком много пороха и не годились для разрушения мощных оборонительных сооружений. Попытка вдохнуть новую жизнь в боевую ракету была сделана в России. В 1916 году преподаватель артиллерийской академии Иван Граве создал новый реактивный снаряд на основе бездымного пороха. Однако на этом пути предстояло сделать еще очень многое. Новый снаряд был плохо управляем, порой взрывался на пусковой установке либо в воздухе. Революция и гражданская война помешали исследованиям в этом направлении. Основные работы над созданием реактивной артиллерии начались уже при советской власти. К 1927 году усилиями энтузиастов из небольшой лаборатории Николая Тихомирова был создан новый пороховой состав. Тихомиров Николай Иванович ученый-изобретатель специалист в области ракетной техники. Годы жизни 1860-1930. Автор проектов самодвижущихся минреактивного действия для воды и воздуха. Результаты работы сотрудников Тихомировской лаборатории выглядели обнадеживающе. Процесс горения заряда стал более равномерным. Боеприпасы перестали преждевременно взрываться. Это позволило увеличить дальность полета реактивного снаряда и повысить точность стрельбы. Одновременно разработка экспериментальных реактивных пусковых установок шла в Германии. Это было не случайно. Проигравшая войну Германия была практически лишена возможности разрабатывать современное оружие. Условия Версальского договора содержали массу ограничений. Например, на длину ствола и калибр разрешенных к выпуску пистолетов. В то же время о ракетах в договоре даже не упоминалось. Технологические новинки позволили германским, да и советским инженерам активно продвинуться вперед в сфере ракетных разработок. Что же произошло в 20-х годах? Почему наблюдается такой бурный всплеск работ в области неуправляемых ракет как в России, так в Германии, Америке и других странах? Ну, во-первых, это создание новых бездымных порохов с большим временем горения. Раз. Во-вторых, с улучшением технологии изготовления ракет. И, наконец, самое главное, с появлением в Первой мировой войне химического оружия. Ракеты стали идеальным средством доставки отравляющих веществ. Разработками реактивного оружия серьезно заинтересовались в Главном артиллерийском управлении Красной Армии. Тихомирова командировали в Ленинград. Здесь совместно с опытными сотрудниками артиллерийской академии он усовершенствовал свой пороховой состав. 3 марта 1928 года первый в мире реактивный снаряд с двигателем на бездымном порохе, пролетев 1300 метров, взорвался на полигоне. После этого успеха была создана газодинамическая лаборатория. Она располагалась в здании главного адмиралтейства на набережной Невы. Среди ее сотрудников были выдающиеся инженеры и конструкторы. Георгий Лангемак, Валентин Глушко, Борис Петропавловский. Первоначально работа газодинамической лаборатории была направлена на создание реактивных боеприпасов для авиации. Объяснение этому простое. Только ракетный двигатель позволял вооружить крупнокалиберными снарядами легкие аэропланы. В этом случае самолеты могли наносить удары по наземным целям, не входя в зону действия зенитных орудий противника. За пять лет существования лаборатории были испытаны десятки всевозможных реактивных снарядов калибром от 76 до 300 миллиметров. На основании этих опытов конструкторы пришли к выводу, что наилучшие показатели у снарядов калибром 82 и 132 миллиметра. Германские инженеры и ученые в ракетных разработках двигались собственным путем. Во-первых, главной целью для них являлось создание реактивных систем для ведения химической войны. Во-вторых, немецкие ракетщики избрали принципиально другой метод стабилизации реактивного снаряда в воздухе. В 20-30-х годах рассматривались два основных вида стабилизации ракет. Это старый, стреловидная ракета, стреловидное оперение, хвостовое. Причем оно могло быть как обычное оперение, так и оперение с кольцом. На конце. И в 20-х годах был изобретен турбореактивный снаряд. То есть снаряд, который стабилизировался вращением, как обычный артиллерийский нарезной снаряд. Немецкие ракетные боеприпасы для стабилизации в полете расходовали часть энергии реактивного заряда. Такие турбореактивные мины были эффективнее снарядов со стреловидным оперением по причине более высокой точности. Но из-за этого же у них были очень серьезные недостатки. Малая дальность стрельбы и технологические сложности при изготовлении наклонных сопловых отверстий. Как показал последующий опыт боевого применения, именно возможность массового производства более простых и эффективных боеприпасов стала решающим аргументом в споре германских и советских реактивных установок залпового огня. А первые шаги к созданию знаменитой «Катюши» были сделаны в СССР энтузиастами новой техники из Ленинградской газодинамической лаборатории и Московской группы по изучению реактивного движения. Руководство Красной Армии обратило серьезное внимание на их достижения. В 1933 году по инициативе Михаила Тухачевского, который занимал пост заместителя Наркома обороны по вооружению, в Москве был создан реактивный научно-исследовательский институт. Именно здесь собрались ученые-инженеры, которые работали над созданием новых боевых средств. О дальнейшей судьбе «Катюши» в следующем фильме «Оружие». «Строфиле» «Катюши» «Строфиле» Айдинбайте «Строфиле» Айдинбайте «。。 S Субтитры создавал DimaTorzok